Народные герои это люди, которыми по праву можно гордиться за их добрые дела, смелые поступки и образ жизни. Мы спросили у наших зрителей, живут ли рядом с вами такие люди. В ответ получили десятки невероятных человеческих историй, которые будем рассказывать в программе «Наши». И сегодня мы отправились в Солонешное к семье Мерлушкиных. Променять шумный мегаполис и столичный офис на тихое Алтайское село. Свой рай на земле Вячеслав и Мария Мерлушкины нашли в Солонешном шесть лет назад. В одночасье резко изменили свою жизнь. Переехали из Москвы, где он занимался бизнесом, сувенирами ручной работы, а на рекламой. Говорят, устали от пустой суеты, пробок и расстояний. Я деревню видела в Алтайском крае всего буквально один-два раза. Для меня это представлялось какой-то символ упаднической жизни. Я сказала, никогда я не поеду в деревню, давай жить в городе. Мы решились вернуться на Алтай. И когда мы переехали, мы поняли, что мы хотим жить, чтобы нас окружали горы, чтобы нас окружала настоящая природа. И мы поняли, что мы хотим жить именно в селе. Мерлушкины – не коренные москвичи. Слава родом из Поспелихи, Маше Избийска. Встретились в общежитии Алтайского госуниверситета на первом курсе. Сейчас вместе уже 25 лет. Из них 10 прожили в Москве. Продали московскую квартиру и купили здесь большой дом. Решили возродить крестьянскую деревню. Милости просим, гости дорогие, добро пожаловать в наш дом-музей народного быта в гостях у бабушки. Атаман идет по бережку, добиной машется. Скоро-скоро за рекой, скоро гряка скажет... Гостей со всей России встречают народными песнями. Рассказывают о традициях и народном быте. Здесь, в 10 километрах от Солонешного, в селе Искра, 4 года назад решили открыть дом народного творчества в гостях у бабушки. Денег на его покупку у Мерлушкиных не было. Помогли друзья из Москвы. Ремонт сделали на средства выигранного гранта. Самому дому больше 120 лет. Его прежняя хозяйка оставила здесь часть своей утвари. Тканые половики, прялки, сундуки. В музее сохранили больше 350 предметов народного быта. И все, чтобы сохранить традиционную народную культуру. Мы в таком... Сначала были в восторге, что она здесь есть, а потом оказались в штуке, что она исчезает. И приметы быта выбрасываются, условно говоря, да. И нематериальная культура тоже не перенимается и не сохраняется. И вот мы тогда задумались над тем, что мы лично можем сделать для того, чтобы эту культуру хотя бы как-то сохранить и о ней рассказать большему количеству людей. Вот тоже я начинаю задавать загадки. Почему же здесь вот так вот именно выдолблено, да? Для чего может быть? Я не знаю, может быть, это дятел выдолбился им клювом. Да, некоторые предполагают, что это для того, чтобы кедровые шишки сбивать с кедра. Я говорю, нет, не так. Кедровые шишки действительно можно сбивать, но очень большими дубинками. А это дровоколка. Это дубина для того, чтобы колоть дрова. То есть, когда бревно большого размера, его очень сложно расколоть колуном или топором. Здесь как раз на помощь приходит вот такой вот утяжелитель. Клин забивается в бревно и сверху потом ударяется этой палкой. Ох, тяжеленькая. Теперь здесь проводят экскурсии, мастер-классы и фестивали традиционной народной культуры. И все бесплатно. В летнее время музей посвящает больше 300 человек. Нужно по диагонали положить, не подтягивать ее сюда. Все можно отпустить сейчас. И теперь нужно взять за бердо вот это бердо и сильно на себя стукнуть. Молодец. Туристы, когда приезжают, то есть каждый здесь оставил. Здесь у нас и московские, и петербуржские, и алтайские разные-разные туристы из Франции. Сколько всего людей оставили свой след вот на этом коврике? О, я думаю, что уже несколько десятков, думаю, что больше 50 человек уже. Каждый желающий может попробовать подкать. Такой простой вид качества, очень легко его освоить. Так, и Катунь-24 среди этих людей. Мы не знали, что попадем в такое удивительное место, где сохраняется живая традиционная культура до сих пор, которая не была утрачена и не прерывалась. Ты только что услышала, какой интересный наряд, народный костюм крестьянский. А мы можем тебя одеть в такой костюм. Замечательно. В нем очень уютно и комфортно. Давайте. Одеваемся. Помните поговорку? Увидишь бабу с пустыми ведрами, быть в беде. Так вот, мои ведра полные. И сейчас я, как настоящая хозяюшка, надену эти ведра на коромысло. Дело это достаточно непростое. И пойду поить коней. Мы хотели много детей. Ну, как минимум, два-три. Потом получилось, что их стало шесть. Слава и Маша всегда мечтали о большой семье. В Москве у них появился первый ребенок. А уже в Солонежном в их семье прибавилось еще пять детей. Мы люди, понимающие, понимаем, что так все не случайно происходит. Наверное, мы готовились к этому всю жизнь. Вообще, мы, когда переехали сюда, у нас появился большой дом, пятикомнатный, двухэтажный. Поняли, что надо дом заполнять. Да, мы поняли, что... Мы хотели взять одного или двух детей. Из детского дома. Но потом оказалось, что те ребятишки, которые нам понравились, что у них есть еще и старший брат, и младшая сестра, и что их четверо. И мы забрали сразу такую семейку. Шестую Ульяну Мерлушкины забрали к себе, когда ей было 15. Привыкнуть к новой семье девочке было нелегко. Признается, на адаптацию ушло три года. Говорит, сейчас они все стали по-настоящему родными друг другу. По внутренним ощущениям родство, оно не возникает, не обязательно возникает только по биологическим каким-то факторам. То есть родство, оно может возникать из-за близости именно душевной. Поэтому мы живем вместе уже на протяжении пяти лет. И вместе как в быту, во всех горостях и радостях. То есть, да, они поддерживали меня как родители. Поэтому я могу назвать их родителями. Все дети Мерлушкиных перешли на индивидуальное обучение. Ходят в школу раз в две недели. Сдают все необходимое. Остальное время занимаются с родителями. Учатся на пятерке, все успевают. Занимаются в школе искусств и ходят на спортивные секции. Старшие учатся в институте в городе. Жить в деревне в разы дешевле. Здесь гораздо меньше искушений, признаются супруги. Семейный бюджет, пособия на детей и подработки Вячеслава. Каждый год Мерлушкины путешествуют всей семьей по России, чтобы дети не по карте узнавали географию. В прошлом году на полтора месяца ездили в Крым на машине. Уже мы все как родные. То есть, думаю, есть уже родные люди. Многодетные семьи для Солонешного не редкость. Несколько лет назад в районе закрыли детский дом. Тогда педагоги разобрали детей по своим семьям. Мерлушкины стараются их объединить. Организовали экологический лагерь, семейные встречи. Собрали семьи со всего района. Пригласили студентов и педагогов Московской международной киношколы. Все вместе ходили в экспедиции по травам и минералам. Пели народные песни, играли в лапту, снимали мультфильм. После этого, наверное, недоверие местных жителей было сломлено. Потому что в 2015 году, когда мы начинали, люди смотрели, что какие-то странные люди купили здесь дом и что-то делают. Но когда они поучаствовали в этом мероприятии вместе со своими детьми, они стали после этого за нами ходить и говорить, а когда будет следующая семейная встреча? Будет в следующем году, а приедут к нам киношкольцы? А может быть, вы придумаете, как нам зарабатывать? Что нам здесь делать? То есть они у нас увидели такой, ну, скажем, тот огонек, от которого можно что-то как-то развиться. Простые семейные встречи переросли в фестиваль «Солонешинские узоры». На две недели на берегу реки Ануй во дворе народного дома собираются ремесленники, этнографы, фольклористы, гости и туристы со всей страны. Проводят мастер-классы по традиционному вокалу и ремесленничеству, народным играм и фольклору. Когда я переехала в село, я, наверное, до конца не осознала, почему именно село. Мне хотелось ближе к природе. Моя вообще была голубая мечта – это выходить из дома босиком на крыльцо, и чтобы была вот травка. Я не думала, что село, как в нем жить, что делать. Я бы про это не думала. Понялась, ну, как-то будем жить, разберемся там. Сейчас Мерлушкины заняты развитием сельского туризма. Объединяют владельцев турбаз и гостевых домов. В их личной копилке десятки мероприятий. Стали лучшими среди почти полутора тысяч конкурсантов, получив грант по социальному развитию села. На их собрание съезжаются десятки жителей со всего района. Кроме того, недавно запустили сайт «Солонешный РФ». Закупили оборудование для съемок собственного канала «Про село». Марию позвали в совет при губернаторе по туризму, а Вячеслава приглашают экспертам по развитию села на федеральные форумы и семинары. Самое главное, мы же знаем, что мы есть друг у друга, и когда будет тяжело одному, другой обязательно поддержит. И поэтому, ну, правда, не так. Конечно. Редактор субтитров А.Семкин